Эмили Джейн Бранте родился 30 июля 1818 года в графстве Уэст-Йоркшир, в классической для этой местности деревне Торнтон с 15-тысячным населением. В жилах поэтессы и романистки текла ирландская и английская кровь. Вскоре семья перебралась в другую яркширскую деревушку Хоэрт, где будущая писательница провела остаток жизни. Из окон дома в глухой деревушке Эмили с сестрами и братом любовалась видами торфяников и вересковых полей. Они же служили игровыми площадками детей. Уже в детстве Эмили, как и остальные пятеро детей семейства Бранте, хлебнуло горе. После рождения шестого ребенка, девочки Энн, умерла мама. Эмили Бранте на тот момент исполнилось три года. Священник Патрик Бранте, оказавшийся не в силах справиться с многочисленным потомством, определил дочерей в благотворительную школу в соседнем графстве Ланкашир. В школе Кован-Бридж Эмили Бранте пробыла недолго, когда девочке исполнилось шесть лет, в школе разразилась эпидемия. Две сестры, Элизабет и Мария, умерли. Эти смерти потрясли маленькую Эмили и в дальнейшем отразились на творческой биографии романистки. Отец забрал Энн, Эмили и Шарлотту домой. Продолжить учебу девочкам довелось в школе в Роухетт. Через два года, в 1837-м, Эмили Бранте покинула учебу и устроилась гувернанткой в Лоухилле, сестра мечтала заработать деньги для учебы брата Брёнуэла. Но условия работы оказались каторжными, Эмили трудилась с шести утра до одиннадцати вечера с получасовым перерывом. В Лоухилле, расположенном в Низине, болела младшая сестренка Энн. Эмили покинула школу, забрав сестру. В 1842 году Эмили и Шарлотта Бранте отправились на учебу в Брюссель. После возвращения в Хойрт романистка больше не покидала любимую деревню. Талант к писательству обнаружился у девушки в детстве. Научившись читать и писать, Эмили Бранте взялась сочинять и записывать короткие рассказы и стихи. Особенно близка Эмили была с младшей сестрой Энн. Вместе девушки придумали волшебный мир Гандал и сочиняли о нем стихи. В 1846 году свет увидел сборник стихотворения «Карьера» Элисы Эктона Белов. Под тремя братьями Белл скрывались Шарлотта, Эмили и Энн Бранте. Стихотворение Эмили Элисы читателям пришлось по душе. Критики заметили сборник и отозвались хвалебными рецензиями. Спустя год Эмили Бранте опубликовала роман «Грозовой перевал» о двух семьях из Яркшира, Лентонах и Эрншо, в чью жизнь ворвался злой гений Хитклифф. Его и Кэтрин Эрншо соединила любовь. Бурная демоническая страсть окончилась трагично. Воссоединились влюбленные после смерти. При жизни Эмили Бранте читатели встретили творение британки прохладно, но после ее смерти сестра Шарлотта издала «Грозовой перевал» вторично. В этот раз читатели разглядели мрачные тайны и грозную романтику произведения. Теперь роман был воспринят как шедевр. Британская романистка Элизабет Гаскел написала, что «Грозовой перевал» у читателей вызвал ужас и отвращение из-за выразительности, с которой Бранте изобразила отрицательных персонажей. Но в романе главенствовали разум и справедливость, победившие коварство и жестокость. Через год после выхода «Грозового перевала» в 1848-м, свой роман «Незнакомка» из Уайлтфелл-Холла опубликовала младшая из сестер Бранте, Энн. Сочинение называют наиболее радикальным из романов Бранте и первым феминистским, в котором поднята тема гендерного неравенства. Тираж «Незнакомки» раскупили за шесть недель, по популярности роман Энн превзошел «Грозовой перевал» Эмили. В Брюсселе, где сестры Бранте обучались французскому языку, Эмили написала лаконичные сочинения, которые позже назвали бельгийскими эссе. Кроме них, до читателей дошли четыре дневниковые бумаги. Сегодня интерес к поэзии одной из сестер вырос. Стихотворение «Воспоминания» и «Узник» принесли Эмили Бранте славу поэтессы, не уступающей в оригинальности Байрону и Шелли. В 1992 году киностудия «Парамаунт» экранизировала роман Эмили Бранте. Мелодраму «Грозовой перевал» снял режиссер Питер Космински, доверив главные роли Жульет Бенош, Рейфу Файнсу и Саймону Шапарду. Это не первая экранизация знаменитого романа, по «Грозовому перевалу» снято восемь фильмов. Первый, с Лоуренсом Оливье и Мерл Аберон, вышел на экраны в 1939 году. Наряду с вышедшей в том же году картины «Унесенная ветром» лента стала вершиной голливудского романтизма. Последняя экранизация «Грозового перевала» датируется 2011 годом. Режиссер драмы, землячка Эмили Бранте, британская режиссер Андреа Арнольд. В главных ролях сняли Ская Скадилария и Джеймс Хоусон. Фильм номинирован на «Золотого льва». Эмили Бранте отличалась от сестер крепким сложением и ростом. Сведения о характере романистки противоречивы, в семье Эмили считали самой оживленной и общительной, при этом друзей у девушки не было, она избегала чужих людей и не впускала в свою жизнь никого, кроме родных. Эмили Бранте, темпераментная и неистовая, обожала домашних питомцев, оставив потомкам десятки рисунков с изображением кошек и собак. Писательница отличалась религиозностью, но отказалась от соответствующего образования. Для Эмили Вера оказалась инструментом, с помощью которого женщина добивалась гармонии и мира в себе. Она отвергала помощь медиков, веряя себя в руки Всевышнего и законов природы. В сентябре 1848 года скончался брат Патрик Брёнуэлл, которому доктор диагностировал туберкулез на последней стадии болезни. Эмили Бранте простудилась на похоронах брата и в декабре скончалась от скоротечной чахотки, дожив до 30 лет. Эмили Стала весной следующего 1849 года. Сестры и брат похоронены в фамильном склепе в Хэртю.